Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл и здесь мы говорим о часах. Восток продолжает экспериментировать с ретро дизайном и сегодня у нас очень интересная модель 581 882. Нас встречает необычный корпус, который нам ранее не доводилось видеть в Востоках, причем на сайте не указан материал корпуса, только лишь указано, что покрытие хром, но тем не менее могу предположить, что корпус из латуни и, посмотрите, сам корпус очень-очень тонкий, толщина во многом достигается за счет ранта и очень выпуклого стекла, стекло действительно выпукло приличненько и выпирает над уровнем корпуса, оно, к сожалению, органическое, поэтому не защищено от царапин, с ним нужно быть особенно аккуратным. Также ушки сделаны не менее интересно, они как будто бы приделаны отдельно к корпусу, уже дополнительно на производстве, но, конечно, на самом деле это все единый элемент. А вот, кстати, задняя крышка у нас стальная, как указано на официальном сайте и, чтобы вы думали, там изображено надпись Восток или какие-то свойства часов, нет, тут у нас двуглавый орел. Также необычная особенность заводной головки, которая располагается в районе двух часов, обычно если головку смещают, то она располагается здесь, в районе четырех, но вот Восток решил сделать вот так, необычно, интересно, у нас часы уже здесь радуют несколькими экзотическими деталями, скажем так, но циферблат у часов достаточно простой, белый, но здесь также есть особенности, во-первых, комбинация римских и арабских цифр, причем римские цифры и сам дизайн циферблата мне чем-то плавный ход и также обратите внимание, что стрелка секундная очень плотно, максимально плотно располагается к корпусу, то есть расстояние между стрелкой и корпусом минимальное, она практически, можно сказать, его царапает. Да, часы действительно нас отсылают в старые времена, часы с громким ходом, с ручным заводом, с винтажным таким дизайном. Да, здесь ручной только завод, нет автоматического завода, ручной завод уставляется прямо с головки и, кстати, завод тоже очень громкий, послушайте. Механизм здесь используется 24.03, что-то новенькое, 17 камней, 19800 полуколебаний в час, противоударное устройство злобаланса, точность в рамках 20-60 секунд в сутки, казалось бы, все стандартно, но, внимание, запас хода 38 часов, не 31, как мы привыкли у востоков, здесь 38, и это, конечно, большое преимущество. Завершая тему корпуса, хочу также отметить, что на сайте указана его пылезащищенность, но вот, что касается водонепроницаемости, то тут я боюсь все очень и очень плохо, информацию о водонепроницаемости я не нашел ни на самих часах, ни на сайте, ни в паспорте к ним, и поэтому делаю вывод о том, что их лучше вообще уберечь от какого-либо воздействия воды. Ну и, как вы уже, наверное, смогли убедиться, габариты у часов максимально компактные, 45 миллиметров высота по краям ушек, диаметр 38. Здесь восток отошел от своих стандартных 40 миллиметровых корпусов, но толщина здесь 9 миллиметров, даже несмотря на выпуклое стекло, она очень-очень маленькая, если бы стекло было плоское, то тут можно было бы вообще фиксировать рекорды. Кожаный ремешок, 18 миллиметров его ширина, классическая застежка, полированная, и на запястье от 16,5 до 20,5 сантиметров. Вес же часов, внимание, 47 граммов, они абсолютно невесомые. Интересная классическая ретро-модель, универсальный дизайн, они, кстати, я думаю, подойдут хорошо и детям, из-за своих небольших габаритов, и, в общем-то, тем, кто любит как раз маленькие часы с громким ходом, это все как раз для вас. Ну, а что касается больших запястьев, то я думаю, что тут они просто потеряются. Ну что ж, в итоге ставлю хорошую оценку дизайну часов, действительно удивили, получилась интересная ретро-модель и цифры, комбинация римских и арабских, и головка необычно смещенная в район двух часов, очень плотно прилегающая секундная стрелка, действительно модель интересная, самобытная, ну и, конечно, механизм удивил, с запасом ходов 38 часов, всегда ругал 31 час в востоках, но тут, видимо, меня услышали, и прибавили несколько часов к запасу. Но вот, к сожалению, минусов у модели тоже приличное количество, это, во-первых, и оргстекло, выпукло, незащищенный от царапин, это и громкость, лично я не очень люблю часы с громким ходом, это и размеры, даже на моем запястье 17 сантиметров, они кажутся очень маленькими, а что уж говорить про запястье больше. Ну, и отсутствие водонепроницаемости хотел бы также отметить, в общем-то, часы скорее, как такой интересный аксессуар, чем нежели для каких-то суровых жизненных условий. При этом, цена часов колеблется в уровне 4000 рублей, я думаю, что за часы с таким интересным дизайном и хорошим механизмом, это приемлемый ценник, и если вы являетесь фанатом такого рода моделей, то можете рассмотреть их к покупке. В конце хотел бы узнать ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте его в комментариях под видео, также, если оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну, а на этом все, всем пока!